всем привет друзья и подписчики моего канала сегодня я решила сделать для вас видео немножко отдалиться от темы испанского языка и обсудить новый год и рождество как отмечают его в испании какие существуют традиции какие обычаи что дарят испанцы что едят вообще на этот праздник как на рождество так и новый год я вам расскажу как действительно отмечают эти праздники здесь сами испанцы и какие у них есть свои обычаи и традиции о которых вам возможно не расскажут на других каналах в общем оставайтесь со мной ставьте лайк подписывайтесь кто этого еще не сделал будет интересно подготовка к зимним праздникам испанцы очень любят вообще новый год рождество у них все время от лето солнце тепло и действительно сейчас на улице мы живем в барселоне пригороде а у нас утром 8 утра где-то 2 градуса плюс 2 а днем это плюс 15 плюс 16 градусов соответственно температура совершенно не зимняя совершенно не новогодняя не снежная и многие испанцы все-таки скучают мне кажется за снегом и так холодной погодой хотя очень удобно расположена сама барселона потому что можно выехать за два часа в горы и насладиться этой всей сказкой рождественской новогодней когда все в снегу горы красивая декорация горнолыжные спуски то есть барселона расположена очень удобно скажем так для тех кто любит и море и горнолыжный спорт в общем испанцы начинает готовиться зимним праздником начиная с начала декабря я бы даже сказала с конца ноября многие дома уже украшены многие вот мы например живем частном доме и декор как иллюминация на улице присутствует с конца ноября то есть в конце ноября практически все дома уже украшены крайний предел это первая неделя декабря когда продолжают какие-то заканчивая декорационные моменты точно также это относится и к внутреннему декору магазины например что можно сказать про магазины так как супермаркеты торговые центры поняли что на новогодних праздниках они могут заработать очень много денег начинают предлагать своего рода продукцию уже с начала ноября конца октября это когда появляются какие-то специальные акции напоминание о подарках о различных предметах которые вы можете подарить кому-то и как бы говоря о том что используя этот момент потому что потом ты его не найдешь и не сможешь сделать классный такой замечательный подарок так что вот так где-то конец октября это когда в магазинах вы видите разные предметы новогоднего декора разные напоминания о подарках максимум до начала ноября и это когда в принципе испанцы начинают готовиться к праздникам закупать подарки выбирая подарки чаще всего испанцы предпочтут подарить косметический набор кстати согласно гугл это самый востребованный подарок в испании рост числа запроса в декабре прошлого года составил 306 процентов затем испанцы любят дарить кофеварки так как они самые настоящие кофеманы шарфы и шапки тоже ненавязчивый теплый подарок для тетей дядей бабушек и дедушек также испанцы любят играть в настольные игры поэтому тоже часто рассматривают и такой вариант подарка на новый год рождество плюшевые игрушки тоже очень часто дарят но это в основном подарки для детей одеколон и туалетная вода является классическим подарком у испанцев кроме того похоже что испанцы в этом году даже больше чем в прошлом предпочитают подарки для отдыха и оригинальных впечатлений различного рода пакеты в спа-отеле загородные дома также пользуются спросом подарки как романтический ужин на двоих каком-то шикарном ресторане есть и другие подарки ставшие популярными последние годы такие как велосипеды коньки столы для пинг-понга и баскетбольные или футбольные мячи и конечно не обойтись без типичных сладостей которые всегда дарят в виде маленького презента либо когда приходит кому-то в гости сюда входит марципан нуга полворонез ингерлач из арагона или кассадии из астуриас особенно больше всего кого ударивают подарками это все таки дети потому что для них существует несколько праздников и прям целый ритуал многих семьях создавать там календарь праздников наверное видели во многих магазинах либо фильмах очень часто особенно голливудских американских фильмах показывает такой типичный как бы домик либо подвесной сапожок на котором написаны числа от 1 до 24 это означает дни декабря когда каждый день символизирует что нужно сделать либо получить какой-то подарок как правило это считается шоколадный какой-то сладкий подарок очень многие испанцы вот например у них каждый день расписан там в один день шоколадные какие-то подушечки а во второй день зефирчики третий день какие-то конфетки четвертый и так далее и так далее и так далее но так как сейчас испании присутствует культ здорового образа жизни и многие испанцы решают что для детей это не так полезно они начинают добавлять всякие разные активити времяпровождение семьей которые можно сделать например мы делали добавляли такой пункт как пойти в лес собрать шишки или пойти в лес там нарезать например веточки некоторые елки нам нужно было для декора конечно это не совсем правильно и в испании можно за это еще и получить но надеюсь за пару веточек плохо не станет что еще может быть в таком календаре могут добавлять например выпечь имбирные пряники шоколадные печеньки печеньки из масла то есть разного рода времяпровождение семьей и действительно это предполагает что вся семья становится и начинает делать папа мама и ребенок или дети то есть это достаточно такое времяпровождение как бы месяц для семьи месяц декабрь потом елку когда ставят елку дома елку ставят обычно точно так же как и наружный декор конец ноября начало декабря то есть это первая неделя декабря и в основном это дом первого как бы крупного праздника декабря те кто не знает 6 декабря отмечают в испании крупный праздник и многие уезжают за город так вот они предпочитают дом украсить до этого праздника важным атрибутом для декора считается зимний цветок у нас он тоже есть свой вот если обратите внимание у меня он там стоит может быть и красного цвета сейчас есть и белого цвета и розовый но классический считается красный что происходит с этим цветком они его как дарят так покупает просто чтобы он всегда присутствовал дома это у них традиция скажем так и также этот цветок например если кто-то в больнице находится приносит ему как небольшой презент кто-то идет кому-то в гости берется в этот цветок тоже приносит ему как подарок из-за того что пришел в гости с этим цветком либо например дети иногда дарят своим учителям в школе если там сильно нравится как бы учитель то есть хочет так отблагодарить своего учить да кстати эти цветки продаются как крупного так совсем маленького размера когда я говорю маленький это может быть цветочек вообще 10 сантиметров то есть что такое крошечное мини подобие цветка но это все-таки как большая деталь показать свое расположение к человеку и все-таки зимние праздники рождество новый год это теплые праздники поэтому испанцы всегда хотят показать не так скажем так цена подарка как вот именно внимание к человеку на этом делается акцент особенно по крайней мере здесь в барселоне у них есть выражение такое лапеля из лапеля это на каталонском и они говорят что каждая монетка имеет свое значение я изначально думала что они очень жадные люди принципе присутствует такой фактор что некоторые перебарчиваются с этим моментом но в основном они просто очень хорошо считают деньги это по крайней мере здесь в каталонии другой важный момент атрибута другой член семьи даже можно так сказать который присутствует здесь каталонии у нас даже в школах это ставят из-за которого в основном дети радуются это когатье очень отвратительное название вот честно если бы я вам сейчас переведу просто поймете тех кто знает испанский язык они уже поняли что вообще название совершенно непонятное я объясню что это за штука это вот у нас он тоже стоит это вот такой вот человечек это бревно грубо говоря вот то есть бревно как вы видите у него две передние лапы туловища задних лап нет у него носик мой ребенок нарисовал ему глазки то есть посчитал что нужно разукрасить зеленым цветом потому что бревно должно быть почему-то зеленое и нарисовал ему рот это бревно укрывается вот что-то подобным таким пледом чтобы не замерз и одевается красная шапочка как деда мороза только ободок должен быть черный вот это вот чудо называется когатье сейчас я вам переведу это состоит из двух слов когатье это каталонский это от глагола когда мне очень неприятно в этом говорить так как для меня это не совсем прилично но испанцы каталонцы они вот такие в общем когда переводится как ходить в туалет по большому извините меня я скажу но это не в такой формулировке это именно как извиняюсь срать как в общем когда мы уже разобрали и тьё это тьё тьё на испанском это дядя дядька в общем это дядька который вы поняли дети подходят к этому бревну и его бьют и когда они побили его вот это вот бревно ходит по большому и ходит по большому угадайте чем сюрприз конфетками в общем для меня это нонсенс сплошной но это испанская каталонская традиция по крайней мере здесь вот в каталонии барселоне причем это бревно присутствует в каждом доме есть разных размеров вы его найдете практически на каждой улице в каждом торговом центре в каждом супермаркете дети приносят его в школу у нас она стоит школе еще важный момент когда дети со школой по крайней мере у нас так нашей школе отправляются в лес чтобы найти это коготье то есть они действительно идут и ищут лесу бревно на котором заранее учителя рисует личика и вот они его дубасят палками или чем-то там чтобы это бревно ему подарила конфетки или сладости ему нужно ставить еду его нужно кормить поить еще классная традиция вот эта традиция мне действительно нравится когда украшают дом вообще вот в испании не только дом и квартиры они ставят белены белены это тот же вертеп очень красиво очень оригинально продается в садовых центрах настоящий мог настоящие веточки сосны сосну саму не ставят дома потому что это считается очень дорого либо многие покупают горшках и если живут в квартире они просто выносит это на балконе и по террасу либо те у кого нет такой возможности они дарят дарят тетям дядям дедушкам бабушкам любому человеку которого есть земельный участок а также могут подарить например с какой-то социальной целью например в школу могут подарить какой-то детский сад где есть участок куда это посадить либо даже вот некоторые крупные сосны как у нас тут в нашем нашей школе они всегда покупают сосну которая метра три где-то в горшке и потом эту сосну дарят мэри и мэрия уже садит этот эту сосну елку где-то мы каком-то участке как для озеленения вот так вот я отдалилась от темы вертепа в общем дома ставят классные вертепа делаю некоторые делают его сами некоторые действительно покупают и некоторые коллекционируют фигурки которые ставят христа марии там осликов волхов их коллекционируют или даже передают наследство например дедушек бабушек и действительно есть очень красивые такие фигурки в каталонии есть своя фигурка это мужчина фермер у которого на голове красная шапочка наподобие санта-клауса только ободок черного цвета и у него спущенные штаны и он действительно показывает всем попу и занят за очень интересным процессом догадайтесь каким опять ходит по большому в туалет эта фигурка считается прям вот традиции у них ставить вертеп не знаю почему но для меня это отвратительно какой-то испортили скажем так что-то святое что-то возвышенное и поставили вот в такую фигурку у них это считается веселая и чисто каталонская чтобы показать что они вот все вышли из фермы из сельской местности что они все трудятся и что все как натурально в общем этот процесс сам ходить в туалет по большому для них это очень натуральный процесс и этого не нужно стесняться и они об этом очень любят спокойно рассказывать и вообще разговаривать школы всегда закрываются в испании с где-то 20 по 22 число все дети уходят на каникулы и на каникулах они находятся до 6 включительно числа как минимум некоторых школах это чуть больше но никогда меньше числа 6 января это у них другой праздник о котором я вам расскажу позже и так приближаются рождественские праздники рождество в испании отмечают всегда 24 25 числа в каталонии еще 26 числа это тоже другой праздник который тоже отмечает кругу семьи важно понимать что вообще вот рождество это семейный праздник новый год это именно праздник шумной компании с друзьями и всегда ассоциируется с каким-то весельем и даже пьянством скажем так 24 декабря свят вечер сочельник семья собирается в кругу за столом и как правило просто спокойно и тихо ужинают уже определенные блюда в каталонии традиционным считается всегда это сопа де галец это такой суп достаточно насыщенный бульон наподобие даже как я бы сказала как жидкий холодец и добавляют туда ракушки ракушки из пасты не морепродукты а вот именно паста макаронные изделия форме ракушек в некоторых случаях делают еще отдельно фрикадельки мини фрикадельки некоторых могут положить такую фрикадельку где-то диаметром 10 сантиметров то есть это как бомбы называют если она одна такая большая фрикаделька на всю тарелку а также которые фаршируют ракушки наполняют вовнутрь фаршем и подают к столу это первое блюдо традиционный суп других частях испании что происходит там всегда тоже присутствует суп либо это суп с тонкой вермишелькой без картошки без морковки просто крупный на такой крепкий бульон добавляют туда вермишель также есть другие супы более насыщенные которые подают но это всегда вот что-то на первое блюдо всегда какой-то суп также некоторые сейчас подают суп из морепродуктов это как правило крем-суп какой-то протертый на второе блюдо на второе блюдо обычно подают канелоны тоже опять же макаронное изделие которое фаршируется как мясом овощами и рыбой морепродукты традиционными считается мясными но многие из того что пора новогодних рождественских праздников это очень так обильное питание тяжелое достаточно блюдо и для поддержания фигуры предпочитают овощные канелоны эти фаршированные макаронные изделия потом заливается соусом бешамель и посыпаются тертым сыром все это запекается очень вкусное блюдо на праздничном столе не обойдется без закусок закуска номер один которая будет присутствовать на буквально каждом столе и в каждом доме это хамон вкуснейшее вяленое мясо свинины а точнее свиного окорока закуска номер два белая спаржа крупного размера закуска номер три крокетаж маленькие шарики сделанные соуса бешамель самыми различными ингредиентами которыми могут быть мясо рыба морепродукты сыр и грибы и так далее а также в некоторых домах не обойдется без классического испанского омлета с картофелем под названием тортия де патата и русского салата под русским салатом испанцы называют наш салат оливье только в него добавляют маринованные оливки маринованный лук консервированный тунец и вареную зеленую стручковую спаржу так что вот такой вот микс у них представляя наш салат оливье и как правило всегда присутствует десерт тронко де навидат это как правило рулет бисквитный и наполненный кто-то любит взбитыми сливками наполнять кто-то любит более такой густой шоколадный крем тут уже в каждой семье по-разному делать его также можно купить можно сделать сами также во время десерта предложат турон это испанская нуга приготовленная в основном из орехов меда сахара яиц турон бывает нескольких видов как твердый так и мягкий кстати твердый самый классический вариант нуги называется на испанском турон эль дуро и он настолько твердый что очень запросто можно сломать себе зуб поэтому я его не советую пробовать никому разве что если вы хотите рискнуть и попытать удачу так сказать затем есть турон из желтков последнее время появились другие варианты более современной нуги со вкусом мохито и новинка этого года турон со вкусом чупа чупс также другой вариант новогодних сладостей будут пульворонес и мантекадос это печеньки достаточно крупного размера сделанные из оливкового масла или свиного жира как в случае мантекадос добавление миндальной муки их существует большое количество разных вкусов мне лично больше нравятся лимонные а также шоколадные 25 числа уже собирается вся семья на обед когда я говорю вся семья я уже упоминала об этом собирается именно вся семья то есть это бабушки дедушки это сто процентов родители дети бабушки дедушки тети дяди племянники двоюродные троюродные дедушки бабушки тети дяди двоюродные братья сестры и в таком числе очень это очень большая крупная компания стоит огромный шум и гам но они это любят то есть чтобы именно вся семья была в сборе вся семья с бокалом вина как правило это всегда красное вино весело проводит время семья обедает обедает практически теми же блюдами что и на свет вечер но иногда добавляют морепродукты рыбу или какие-то мясные другие изделия но это как правило всегда каннелоны и может быть что-то рыбное испанцы очень любят сыры и красное вино это всегда сто процентов будет на столе также еще из местных изделий очень часто можно встретить запеченную фаршированную курицу утку последнее время тоже очень часто начали использовать в принципе она всегда присутствовала вообще в испанской кухне испанцы любят утку и делают у них даже название есть пато аляноранха то есть утка в стиле апельсин то есть как по апельсин под апельсиновым соусом и также фаршированная курица фаршированная может быть мясом то есть это вот сама курица из нее вычиняют все кости ее полностью разделывает внутри не ломая ее то есть вынимают внутреннюю структуру костей полностью скелет и заполняют потом фаршем беконом орешками и сухофруктами это тоже очень традиционное блюдо также делают иногда стейки мясные которые иногда заворачивают слоеное тесто рыба морепродукт испанцы тоже это очень любят и кстати вообще на новогодние праздники цены в супермаркетах чем ближе дата всегда поднимают и иногда одну и ту же рыбу того же хека можно купить в два-три раза дороже чем буквально за две недели до праздников поэтому многие испанцы то что делают это покупают в основном продукты те которые будут использовать на эти праздники замораживают и потом уже готовят перед своими праздниками 26 декабря в испании каталонии отмечают санэ степа это еще один католический праздник собирается семья и в основном в принципе его не так сильно отмечают но это выходной день меню все то же самое как в принципе 24 25 числа 31 декабря канун нового года как происходит это в испании испании есть поверье что новый год нужно встречать в красном нижнем белье и очень интересно потому что многие магазины украшают свой вообще магазина красными предметами а те которые продают нижнее белье просто стеллажи заполнены только красным нижним бельем как для мужчин так и женщин и даже детей то есть это всегда какие-то и пижамы и носки и трусики и бюстгальтеры в общем все красное в испании существует поверье что те кто встречает новый год именно в красном нижнем белье это принесет им удачу деньги успех счастье в новом году поэтому если вы хотите следовать испанским традициям либо вы живете сейчас испании у вас много друзей испанцев тогда имейте ввиду что скорее всего вам предложат именно одеть нижнее белье красного цвета если вы хотите привлечь удачу то пожалуйста одевайте именно красное нижнее белье в этот день в эту ночь этот новогодний праздник как отмечает новый год испанцы сначала как в принципе везде происходит ужин торжественный ужин испанцы не делают как мы что сначала провожают старый год потом встречает новый потом сидят еще за столе за столом нет испанцы собираются обычно вечером обычно это ужин более поздний где-то в 9 часов вечера иногда в 10 ужинают блюдо может быть самые различные но в основном похожие на именно рождественские стволы затем буквально заканчивая трапезу там первое второе закуски вино заканчивая трапезу в течение часа полтора и к 12 00 когда уже бьют куранты все уже покушали тарелки все убирают десерты все убирают и на столе уже ничего не остается остается только шампанское наливают именно шампанское и ждут а почему ждут в испании есть такая традиция есть виноград каждый бой курантов должен сопровождаться 1 виноградинка вот главных 12 правильно и на каждый раз должна быть съедена 1 виноградинка и можно просить одно желание на каждую виноградинку соответственно вот сколько желаний 12 стук вот столько виноградинок и все они должны быть съедены до того как куранты перестанут биться спешить тоже нельзя говорят нужно есть под каждый звон своя виноградинка но иногда бывают люди которые просто очень быстро все запихивают и доедают главное именно съесть до того как закончится бой курантов и тогда соцокаются обычно обнимаются целуются и поздравляют друг друга с новым годом уже наступившим после этого начинается именно вечеринка любят танцевать любят петь песни просто танцует кто с бокалом уже более горячительного какого-то испанс не пьют как у нас на протяжении трапезы более крепкие напитки крепкие напитки всегда оставляют после еды и вот уже после того отметили сокнулись поздравили друг друга тогда уже достают коктейли либо предлагают более крепленные алкогольные напитки и продолжают веселье важная деталь которую стоит сказать и в чем разница в испании именно момент с подарками в испании подарки в основном дарят именно на рождество и именно рождество считается более теплым моментом когда что-то приятное делают друг другу а уже вот новый год это просто как вечеринка и празднование детям же конечно же приходит папа ноэль это санта клаус или дед мороз как хотите так и называйте и утром первого числа 1 января это когда дети получают подарки свои находят под елкой но всеми отзаведено так что именно родители дарят показывают что они что-то дарят друг другу всем членам семьи как и детям подарки 25 декабря когда дед мороз это 1 января и у детей есть еще другой праздник который отмечают именно 6 января это день волхов считается что именно в этот день волхи пришли навестить иисуса это когда они принесли дары соответственно на улицах отмечают большие празднования когда устраивают парад карнавал когда на огромных машинах подготовленных специально вытаскивают как кареты и как с сиденьями с тронами для этих волков кое-где это верблюды действительно кое-где это лошади и вот каждый из этих персон несет дары и в этот день считается что 6 января дарят подарки именно детям детей задаривают подарками просто задаривают от родителей это может быть там минимум из всех моих знакомых это три-четыре подарка причем дорогостоящих не могу сказать что это правильно или неправильно тут судьте уже сами но сам факт такой что именно 6 6 января это когда детей просто заваливают подарками не так на 1 января как на санта клаусу там или папа ноэль да когда он не приносит столько подарков приносит что-то но не настолько грандиозное то есть в испании больше спрашивают что тебе принес то есть не говорю что тебе принес папа ноэль говорят именно а что тебе принесли волхи то есть именно 6 января отмечается важный момент что на 6 января традиционным есть роскон де рейес это своего рода такой пирог это просто как булочка наверное форме кольца перерезанная пополам и наполненная крем обычно это кремом взбитые сливки внутри этих сливок спрятан один король и оба оба с испанского языка переводится как фасолина такая достаточно засохшая старая либо такой вид еще зеленый есть фасоли так как фасоль не кладут кладут обычно какую-то карамельку либо какой-то сухарик что-то такое что можно отличить от фигурки короля а так вот есть такое поверье что тот кому в куске попался король это означает что ему повезет на протяжении всего этого года если попался какой-то другая фигура как бы это ала значит нужно заплатить за этот пирог на за этот тортик и некоторые говорят что в течение этого года значит этому человеку не будет счастливе вести так что вот так вот я думаю что поделилась с вами всеми основными моментами спасибо что со мной оставались до конца извиняюсь за качество видео камера страдает надеюсь что эта информация тоже была полезна для вас вы узнали что-то новое для себя желаю вам в следующем году счастья здоровья успехов и счастливого нового года если не увидимся в этом году до скорых встреч в эфире и и и и